На Солонежинских золотодобытчиков подали в суд экологи. Они уверены, что старатели работают на реке Ануй незаконно. Напомним, искатели драгоценного металла направили реку в искусственно созданное русло, а на естественном дне водоема ведут раскопки. Природа в этом месте уже сейчас состоит из одних котлованов и рытвин. Экологи считают, что такой варварский метод неизбежно ударит по уникальной экосистеме района. А здесь, к слову, помимо редких растений и животных, располагаются археологические памятники Денисова пещера и древнейшая стоянка человека. Исковое заявление о запрете деятельности подано в Центральный районный суд Бурнаула. Полный материал на эту тему читайте на страницах КП на Алтае. В Алтайском крае чаще всего разводятся, в отличие от других сибирских регионов. Статистику, опубликованную Новосибирск-Статом, приводят корреспонденты аргументов и фактов на Алтае. За полгода на 100 браков приходилось 90 разводов. За это время поженилось 5406 пар, а развелось всего на 500 меньше. И это самое высокое значение в Сибири. Причины не меняются веками. Раннее и необдуманное вступление в брак, неверность партнеров, несовместимость характеров и вредные привычки. Грандиозный фестиваль «Алхимик» ждет жителей Наукограда 1 сентября. Бийский рабочий приводит полную программу праздника. Проводят его во второй раз. В этом году запланированы выступления байкеров, битбоксеров, музыкантов, танцоров, зеркальное шоу Ильи Дубовика, детская программа, шоу группы Владимира Кислова и грандиозный фейерверк. Погода, правда, обещает быть прохладной и дождливой, поэтому наш совет – одеться потеплее, чтобы не пропустить все самое интересное. Евгения Даровская, Наши новости.